Выборы 2019 Выборы 2019 И начать с того, что Предоставить вам время для того, чтобы Вы представились, рассказали о себе Прошу вас, господин Брега Я гражданский Активист, работал когда-то Журналистом, по профессии я Кинематографист Я учился на кинорежиссера В Румынии и в Молдове Уже второй год Живу в Румынии, в Бухаресте Меня знают люди по интернету Особенно по моему ютуб каналу Я снимаю протесты Бываю в судебных инстанциях Снимаю проблемы людей Поэтому люди меня знают как гражданский Активист Но уже третий раз я пытаюсь Баллотироваться как независимый кандидат И пытаюсь попасть в большую Или маленькую политику Пока меня не взяли туда Но я надеюсь, что люди Продолжат голосовать за меня В 2014 году я набрал почти процент А для независимых кандидатов Тогда нужно было 2% Чтобы попасть в парламент Я думаю, что для начала это было хорошо Теперь во второй раз, может быть, я попаду в парламент Чтобы показать другую политику Показать человека, который борется за права людей Который не хочет набирать денег Крутые машины, тачки или дом У меня электоральный символ Человек на велосипеде Я думаю, что этот символ Показывает человека свободного Который может передвигаться Куда угодно, без денег Может говорить что угодно Не боится ни прессинга Ни... Та вошту... Я вову подкопиа Тиликак Наверна и дали шебуду гаворит Парумыз Ажаста Ам demonstрат пына акума Că sunt un activist civic Бун Ам луат премии Щи ка журналист Де 2 ори Цел май бун журналист А наунули В 2002 Щи в 2009 Ам луат премии Щи каа Ценеаст Регизор Де фильм Ла Festivalу Де фильмы Документарии Интернационал Кронограф Вреу Смэн Молтумеск 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 Это был независимый Кандидат Олег Брега И я хочу предоставить Слово нашему второму гостю Это Андрей Мунтиану Представитель Натальи Яицко Экологическая партия Прошу вас Спасибо Здравствуйте Дорогие радиослушатели Меня зовут Андрей Мунтиану Я преподаватель экономики В Государственном педагогическом университете Факультет непрерывного образования И у меня уже есть позади 3 года Работа преподавателем В Цзиньцзянском университете В Китае Есть достаточно образования и в Японии И в Индии И в Швеции И в других разных странах Но как никогда сейчас назрел момент Когда я думаю надо высказаться Потому что наша страна находится В очень глубоком В глубочайшем кризисе И я думаю что Я решил стать частью одной команды Которую я уважаю Потому что вот этот призыв Сделать нашу страну Чище Путем избрания более чистого парламента Для чистой страны Меня это очень мотивирует И я сегодня представляю Наталью Яцко Наталья Яцко является Нашей коллегой по партии У нее два образования Два высших образования В политологии и в юриспруденции У нее есть опыт 12 лет Проживания в диаспоре Республики Молдова за рубежом И поэтому я думаю Она очень хороший кандидат Она очень серьезный активист В сфере защиты прав Продвижения чистого Значит натурально чистой среды И поэтому я думаю что Наталья Яцко является Очень хорошим кандидатом Для того чтобы Чтобы она попала в парламент Вместе с нашей партией Потому что она более чем заслуживает это Я думаю что Наталья имеет очень много связей За рубежом Она имеет очень много навыков Введения тесных Тесного сотрудничества С резными слоями общественными И поэтому я думаю что Она заслуживает быть В парламенте Республики Молдова Партия зеленых Или партия экологистов Республики Молдова Ставит перед собой задачу Переобразовывать в корне Семь первостепенных задач Это просвещение Здравоохранение Социальная защита Охрана окружающей среды Правовое государство Борьба с коррупцией Экономикой Внешняя политика Безопасность и оборона И дальше уже будем высказываться По мере возникновения Других вопросов Или деталей Которые возникнут Спасибо вам большое За внимание Мы обязательно вернемся В студию После короткой рекламы Мы снова в прямом эфире И наши гости сегодня Это независимый кандидат По 50-му избирательному округу Олег Брега И представитель Натальи Яицко Кандидата от экологической партии Андрей Мунтяну И я хочу напомнить нам всем Что 24 февраля В нашей стране пройдут Парламентские выборы И предлагаю сейчас кандидатам Кратко ознакомить избирателей С основными программными тезисами Рассказать о том, что сделано О том, что они планируют делать Прошу вас, господин Мунтяну Огромное вам спасибо Значит, партия экологистов Республики Молдова После многих лет накопления опыта Мы решили, что в Республике Молдова Есть очень много проблем Все они очень комплексные Очень серьезные проблемы Кризис глубокий Но я думаю, что настало время Поговорить об экологии В более обширном плане Чем нежели экология Значит, природной среды Я думаю, что мы должны задуматься Об экологии нашей культуры Об экологии нашего образования О честности с более конкретной Или с более квалифицированной Точкой зрения Потому что без этого нам не обойтись Но для того, чтобы Этому добиваться Я думаю, что в Республике Молдова Настала пора Преобразовать систему в образование В систему или в сферу Производства идей и инноваций Я думаю, для этого Очень важно иметь В первую очередь Потому что без этого Нам невозможно осмыслить Такое преобразование Значит, нам надо иметь Хороших подготовленных экономистов Значит, и экономически мотивированных Я абсолютно уверен Что Республика Молдова Имеет шансы Значит, преобразовать Добиваться этой важной цели Потому что С точки зрения партии экологистов С точки зрения Натальи Яцко Как кандидата Она Мы полностью Разделяем это мнение Значит, образование Это социальное ядро А иногда для того Чтобы социальное ядро Производило вот то Влияние на Качество преобразования Во всех сферах И вот тех сфер Которых я называл раньше Которые мы хотим преобразовать Я думаю, что без качественного преобразования Значит, образования Нам этого не добиваться И поэтому Я думаю, что Республика Молдова Может Если мы Успеем преобразовать В образование Буквально в течение Нескольких лет Мы добьемся того Того пути развития Республики Молдова В котором мы все нуждаемся Независимо от языка Общения Да, мы должны осознать Что не все То есть экономику Невозможно развивать В любой социальной среде Надо ее подготовить Надо ее расти Надо ее культивировать И поэтому Я думаю, что Мы в этом С этой задачей Полностью справимся Потому что Нам без этого не обойтись Относительно Систем образования Я думаю, что Невозможно осмыслить Качественное образование Если оно не способствует Экономическому развитию Это мой взгляд И я думаю, что Я даже встретил такое понятие Как несчастное образование В некотором смысле И я думаю, что Если образование Не способствует экономическому росту То ее можно трактовать Как несчастное И поэтому я думаю, что В этом отношении Качественное образование Оно должно быть счастливой Оно должно способствовать Экономическому росту Но для этого Надо, конечно, вкладывать То есть надо вложить Несколько лет И качественно руководить Этими вложениями Мы хотим Повышать уровень школ Дотации школ Значит, с техническим обеспечением Со всеми необходимыми Для того, чтобы Можно было произвести Свободное образование Так в классах Как и на расстоянии Например, мы можем Производить Чтобы более качественно Получилось Мы можем Провести занятия Онлайн Значит, для детей Из самых отдаленных Территорий Республики Вот у нас уже Есть опыт У нас есть Достаточно навыков Для этого Относительно Здравоохранения Я не мыслю себе Хорошее здравоохранение Если врачи Будут они очень Качественными В смысле Их подготовки Если у них Нету достаточно Технологий Для того, чтобы Проявить Проявить Свой талант Поэтому мы не можем Все представить Качественного хирурга Работать без Недостаточно Высокоразвитой Технологии Поэтому Как не хотим Волей-неволей Образование Опять выходит Значит Как одной Из основных Стратегий Относительно Защиты Натуральной Среды У нас очень Много проблем С рекой Днестр Сейчас идут Интенсивные Дебаты С разными Странами И вы знаете Значит Мы хотим Защитить Реку Днестр Как основной Источник Обеспечения Питьевой Воды Есть еще Много других Рек На территории Республики Молдова Но без Опять Безэкономически Мы же не можем Себе Осмыслить Что мы можем Эти преобразования Делать За счет Каких-то Значит Опять За счет Каких-то Долгов То есть Потому что Повышение Долгов Как Для страны Это Это повышает Или увеличивает Своеобразное Бремя На будущее Для наших Поколений Будущих Поколений И я думаю Что это В этом Отношении Мы можем Выйти Из Этого Кризиса Только Тогда Когда мы Стали Более Креативными И повысим Горазно Способность Нашего Молодого Поколения Да и Подрастающего Поколения Произвести Больше Идей Больше Навыков И так Далее Относительно Правового Государства Мы должны Начинать Изучать Экономику Образов Вернее Экономику Юриспруденции Мы должны Осознать Что мы Можем Винить Судей Что они Не принимают Какие-то Хорошие Значит Желания Как нам Хочется И так Далее И так Далее На самом деле Это проблема Но с другой Стороны Мы должны Также Как государство Как общество Должны Взять На себе Значит Ответственность Цивилизировать Повышать Цивилизацию Погготовки Юристов И Это самое И Судей Потому что И тогда Будет Более Да Более Оправданное Моральное Право Значит Выдвигать Более Серьезные Требования К их Некачеству Относительно Коррупции Опять Мы же не сможем Для того Чтобы Сражаться С коррупцией Я абсолютно Уверен Что у нас Очень серьезный Этот феномен Его надо Значит Искоренять Но опять Нужны Человеческие Ресурсы Нужны Навыки Нужен Человеческий Капитал Нужен Социальный Капитал Нужны Нужна Значит Вот То Связывающая Материя Которая Может Нужна Создать Солидар 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 По отношению К этому Феномену И без Своеобразной Мобилизации Человеческих Ресурсов В борьбе С коррупцией Мы можем Чего-то Добиваться Но к сожалению Это не будет Долгосрочным Эффектом Поэтому Опять Образование Выходит На первое Место Относительно Экономики Относительно Экономики Я также могу Сказать Очень многое И извините Если это звучит Может не скромно Но Я думаю Опять Экономика Это такое Обширное Значит Такие Обширные Знания И даже В рамках Экономических Знаний Есть очень Много Дебатов Есть очень Много Тенденций Очень много Течений И так далее И так далее И только Очень качественный Преподаватель Может внести Серьезные Коррективы В подготовке Будущих Экономистов Республики Молдова И у нас Есть уже Достаточно Опыта И в стране И за рубежом И есть Очень Много Других Примеров Я могу Вот в этом Отношении Привести Небольшой Пример Почему Куба После того Как Раул Кастро Взял власть Или получил власть Почему он Вложил в образование До 34% В ВВП В образовании И это Дал эффект Буквально Через 3 года Вот Но это Отдельный вопрос То есть Экономику Надо Переосмыслить В первую очередь Качество Подготовки Экономистов И относительно Внешноэкономической Политики Или вернее Внешней политики И И Защиты Или вернее Обороны Я также Думаю Что У нашей Партии Есть Предостаточно Опыта Для того Чтобы Мы смогли Справляться С этой Задачей Мы смогли Защититься Или Мы смогли Взять Те решения При которых Общество Сможет Очень Счастливо Жить Здесь В республике Молдова Не создав Ни врагов Но с другой стороны Принимав Такие решения Которые Никогда Не будут Скажем Спровоцировать Неприятные Отношения В международных Отношениях Это очень Коротко Потом По мере Возникновения Вопросов Спасибо вам большое Спасибо Это был Представитель Наталья Яицко Кандидата Экологической Партии Андрей Мунтиану И я хочу Предоставить Слово Независимому Кандидату Олегу Бреге Прошу вас Спасибо Я Кандидез Индепендент Дечи Нуам Партид Нуам Группы Де интересы Ни спать Си Ни 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 Продолжение следует... ...a vota pentru contra sau abținere la vot. Să mai pot face interpelări și sesizei la organele de stat, dar asta nu privește neapărat procesul legislativ, ci felul cum se implementează legile. Din ideile mele electorale, ca să vă captează atenția, și știu că publicul acestui post de radio mai mult vorbitor de limbă rusă, nu neapărat toți sunt ruși, m-am gândit că e timpul să oprim statutul privilegiat al limbei ruse, pentru că nu mai suntem de mult colonie și nici stat ocupat, și cred că acest statut de limbă de comunicare interietnică îl merită limba română, limba vorbită din majoritate, de aproape 80% din populație, și nu văd de ce limba unei minorități să fie limbă de comunicare interietnică pentru celelalte minorități, inclusiv cu instituțiile statului și inclusiv cu majoritatea vorbitoare de limbă română. Din cauza acestei prevederi legale, din 89, care nu s-a schimbat deloc, din contra a fost întărită de guvernarea comunistă în 2001, minoritățile rusă, găgăuză, ucraineană sunt enclavizate, sunt desprinse de realitățile sociale, culturale și politice din Republica Moldova, sunt mai degrabă conectate la mass media și la realitățile politice din Federația Rusă, care nici măcar nu e o țară vecină cu noi, ci e hât dincolo de Ucraina, și aceste minorități nu se pot integra, nu se pot dezvolta și din asta are de pierdut întreaga societate a Republicii Moldova, multietnică, multiculturală. Dar care, iată, a moștenit acest statavism greu de acceptat și de înțeles logic, ca limbă de comunicare interietnică să fie limba rusă. După aceea mă preocupă foarte mult mediul politic. Mă tem că avem din nou, ca în 2001, riscul de monopolizare a puterii politici și de către un singur partid. Probabil, Igor Dodon s-ar putea să fie Vladimir Voronin al doilea și Partidul Socialiștilor să fie Partidul Comuniț numărul 2 și să aibă o majoritate covârșitoare în Parlament. Mă gândesc măcar pe viitor să facem, să adoptăm un proiect de lege prin care să plafonăm, să limităm la, de exemplu, 60 sau 52 numărul de mandate pe care poate să-l dețină un singur partid, ca să nu existe riscul dictaturii, riscul monopolizării vieții politice de către un singur curent politic. Și în felul ăsta prevenim și riscul de a captura instituțiile statului, dacă o să reușim să le eliberăm vreodată, că acum ele sunt capturate, riscul de a captura instituțiile statului o singură persoană, un despot. Nu știu de ce în zona asta a Balcanilor, în estul Europei, popoarele au tendința să susțină, să voteze, să aplaude dictatorii. Îi iau ca idoli pe Ștefan cel Mare, pe Ivan Groznă, pe Vladimir Putin, niște despoți. Când, de fapt, trăim în mileniu 3, avem democrație, ar trebui să avem pluralism de opinii, pluripartitism, competiție de idei, din asta are de câștigat societatea. Și nu modelul pe care ne-l dă Batica Lukashenko din Belarus când toți concurenții lui electorale au fost lichidati și el concurează cu sine însuși sau cu marionetele lui. Deci, am zis, trebuie să marcăm toate mașinele care sunt publice, ale parlamentului, ale guvernului, ale primăriei, ale structurilor de stat, toate să aibă ca mașina de poliție și numere speciale, și o bandă verde, galben, albastră cumva pe ele, sau curcubeul desenat pe ele, ca să știm că asta e mașină publică și că trebuie să putem să o monitorizăm unde se duce, unde e folosită, pentru că prea mulți au tendința să folosească bugetul public, instrumentele publice, sediile publice și mai ales mașinele publice să le folosească în interes personal, de clan, de familie și de partid. Cred că trebuie să abolim armata obligatorie. Mi se pare necivilizat, inuman, să exploatezi un an din viața lui pe tânăru, sănătos, apt de muncă, să-l exploatezi fără remunerare, ci că în interesul patriei. Când patria, dacă are nevoie de aparare, ar trebui să-și plătească niște bărbați sau femei, să-i plătească ca să lucreze soldați. Nu să instituționalizăm, să o stabilim prin lege, prin Constituție, această formă de sclavagism, de robie. Deci armata obligatoriei trebuie de mult abolită, toate țările din jurul nostru au făcut chestia asta, noi încă îi mai luăm pe băieți la oaste cu arcanul și asta e grav. Mă interesează și pe mine viața din educație. Am văzut că reprezentantul Partidului Verde e preocupat de chestia asta, mai ales prin virtutea profesiei pe care o are dânsul, dar eu cred că în educație nu doar trebuie să băgăm bani mai mulți, ci trebuie să eficientizăm educația. Chiar de la grădiniță, chiar de la școală, copiii trebuie să învețe chestii care o să le folosească în viață. Degeaba acum învață chimie organică, fizică, cuantică, matematică, superioară, dar ei nu știu să folosească un computer. În majoritatea satelor, încă nu a ajuns internet, nu există drumuri. Trebuie să ne gândim să facem școala eficientă ca omul să fie pregătit pentru viață. Trebuie readusă în curicula școlară de prinderi de viață. Copiii nu știu să se spele pe dinții eficient și calitativ. Copiii nu știu să prevină bolile, nu știu cum să se păzească în caz de epidemie, nu știu ce să facă în caz de incendiu, nu știu unde să sune, nu știu numărul 112 sau 902. Chestii din astea elementare nu le știu nici oamenii când ajung la maturitate. Nu știu unde să scrie o plângere, nu știe ce funcție are Consiliul Local și Primarul. Și oamenii cred prea mult în biserică și e periculos că statul s-a concrescut cu biserică ca în epoca medievală, ca pe timpul Ștefan cel Mare sau al țarului Petru. De altfel, Petru încă a avut grijă de secularizare a statului, pe când acum guvernanții noștri din oportunism și din populism merg mână-n mână cu preoții, cu capii bisericilor. Și din asta are de pierdut democrație și economie Republicii Moldova. Pentru că averile bisericești nu sunt impozitate, din bugetul public se dau o grămadă de afonduri pe căi ocolite pentru biserică. Nu știu de ce capul bisericii rusește, Moldova, Biserica Pravoslavnică, Metropolitul Vladimir, are pașaport diplomatic, are mașină cu numere guvernamentale. Când în Constituție scrie că statul e laic, e separat de biserici și toate bisericele sunt egale în fața legii. De ce unul din liderii, din cele 45 de biserici înregistrate în Moldova, are pașaport diplomatic și mașină guvernamentală? Asta trebuie oprit și trebuie avut grijă de laicitate, de secularitate, să nu se bage bisericile în școli, în parlament, să ne spună unde să facem proteste și unde nu, pentru că asta înseamnă limitarea drepturilor omului. E chiar aberant ca să vină un cibric, un văluță și să ne spună aici nu aveți voie să protestați, legea asta nu aveți voie să o adoptați. De ce, mă rog, pe ce te bazezi? Pe cartea ce e veche de câteva mii de ani? Astea sunt tezele mele principale, mi-a rămas cu un minut mai mult. Vreau să-l întreb pe domnul Munteanu, am vorbit cu Natalia Scocă când strângeam semnături, mi-a zis că e membră în Partidul Verzilor Europeni din Italia și eu simpatizez, chiar ideologic sunt cel mai aproape de verzii europeni. Nu sunt nici de dreaptă, nici de stângă, sunt mai degrabă pentru diversitate, pentru drepturile omului. Totuși, în viața politică moldovinească, e foarte aprinsă discuția despre pericolul care vine din Europa, că Uniunea Europeană o să ne împună cote pentru migranți. Ce părere ai dumneata sau ce crezi că are ca părere Natalia Scocă despre pericolul să vină migranții, musulmani, sirieni să vină în Republica Moldova? Sănați, ea, dumneavoastră, ea va pierd văcă prașu-prașine pere de română, eziși numai năsilenii în Republica Moldova. Stimați prieteni, stimați concetățeni, eu am un respect profund față de toți vorbitorii de limba română, dar eu am luat ca atare înștiințarea că va fi dezbatările limba rusă și eu vreau să am un respect și față de minoritățile naționale din Republica Moldova. În atât, în atât, cum sunt всi predstăvitele nașii partii, așa este o păniție, că, în acest moment, în această tendență a integrița în evropieștea obșiție, așa este o păniție, că, în acest moment, așa este o păniție, că, în acest moment, în acest moment, în acest moment, vă mulțumesc, 193, c.¢. которые приходят со стороны Европейского Союза. Поэтому в отношении мигрантов нет никакого риска. В отношении мигрантов нет никакого риска. Я думаю, что в Республике Молдова есть вопрос миграции, есть вопрос предоставления политического убежища и так далее. Но есть еще и вопрос обеспечения суверенитета основного населения на территории, которую мы унаследовали в этом отношении. Я думаю, что у нас есть достаточно опыта, но нет времени. Поэтому вопрос высказаться более детально. Спасибо. Вы можете задать свой вопрос? – Стиматый дом, Брега, скажите мне, ва рогу, фрумоз, когда у нас разговаривали об эдукации в Республике Молдова, даже вы думаете, что эдукация может быть, что-то не производит эдука, экономика? – Ам сказал, что не нужно только механик, математик, чтобы обеспечить об этой ценности процедуры, потому что у них есть материальные сложные, которые в жизни по-десяти особо не помогают ничего, но в области, в жизни, в жизни,ELI, и в жизниors уже изучают ситуации, уже в жизни, где мы не сможем у нас свободное, Допустим, у вас осталось у каждого минуты и несколько секунд. Наши дебаты неминуемо подходят к концу и я предлагаю использовать это время для того, чтобы еще раз объяснить нашим слушателям почему важно прийти 24 на выборы и за кого им отдать свой голос, если они еще не определились. Прошу вас, господин Брега. 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 Прошу вас. Прошу вас, господин Брега. 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 Продолжение следует... Спасибо, господа. 24 февраля парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам. 51 депутат по одномандатным округам. Полидиск «Новое радио» проводит серию дебатов каждый день в прямом эфире. Следующие дебаты уже в понедельник. С вами была Екатерина Виноградова. До свидания. Выборы 2.